Друзья, всем привет! С вами Fashion Vector Design и я Чайковская Екатерина. Сегодня я поговорю с вами о том, как создать шаблон фигуры на себя или на своего заказчика. Тут есть такой момент, я вам показывала, как можно рисовать на фото человека, но не все готовы к тому, чтобы показывать свои фотографии в нижнем белье или купальнике. Для всех это является приемлемой нормой. И в этом случае вам вполне может подойти шаблон фигуры, который будет в пропорциях вашего заказчика, но при этом не будет его прямо отражать в том виде, в котором он есть. Ну вот что-то такого плана. И в принципе, можно даже вот этот шаблон откорректировать, можно нарисовать заново. Здесь нужно понимать, есть ли в вашей фигуре, которую вы рисуете, явные дефекты и перекосы, которые нужно будет заложить в ваш шаблон, например, очень сильный перекос спины, очень сильная асимметрия, которую придется корректировать одеждой. Либо вы можете этим пренебрегнуть и создать идеалистический шаблон для вашего клиента, с которым вы в дальнейшем будете работать. Сегодня покажу о таком более идеалистическом варианте. У меня есть фигура, у нее есть небольшой недостаток в том плане, что она стоит не совсем ровно на двух ногах. Я хотела специально взять фигуру реальной женщины, красивой женщины, но не то, что мы привыкли видеть в фэшн-иллюстрации, когда у нас одна голова умещается 9 раз или 10 раз в росте. Здесь совершенно все по-другому. Здесь пропорции реальной женщины. Притом очень красивые, красиво выраженная талия, бедра. Но, как видите, все равно линия, она не идеально такая упругая, как она будет во всех модных изданиях и так далее, а реальная, вот как она есть. Давайте попробуем это нарисовать. Ничего в этом такого нету особенного. Как я сказала, я буду немножко ее идеализировать. Немножко буду ее править, чтобы потом с этим эскизом можно было работать. И, соответственно, первое, что я сделала, мы будем рисовать свою половинку. Ну, вот так вот по пупку я разделю. Фотографию заблокировала. Вот, это сейчас тоже заблокирую, чтобы она мне половинка не мешала. Видите, нога немножко, вот она ушла. То есть ножку будем отдельно рисовать, чуть-чуть ее смещать. Ну, придется, придется, потому что не идеальная поза. Не смогла найти прям вот идеально. А как-то фотографировать ни с кем не договорилась, чтобы мне в обнаженке спозировали. В этом тоже есть свои проблемы. Давайте начнем с линии плеча. Здесь очень неплохо нарисована, сфотографирована рука. И я по контуру начинаю обводить нашу прекрасную даму. Здесь нужно немножечко запастись терпением. И с рукой аккуратно обычно получается такой прям, ну, не самый симпатичный крючочек. Вот, поэтому, сейчас мы это обведем аккуратненько по контуру. Вот рука. Потом вот здесь такую как мини-петельку сделаем и пойдем обратно. Вот так. Так, талия. Кстати, очень красивая фигура, очень ярко выраженная талия. И кускок опросов проводили. Считается таким эталоном. Вот здесь не буду прям рисовать такую бусинечку, да, хотя здесь кое-какая предпосылка для этого и есть. И в ногу уходим. Ножку нарисуем такую, какой она есть, чтобы она у нас была правильной формы. Девочка стоит не на каблуке. И это тоже вот момент, как бы, когда рисуем, нам нужно понимать, а как это будет носиться, действительно это будет каблук или не каблук. Тоже надо все это учитывать. И вот давайте мы вернемся вот сюда. Вот. А как видите, здесь немножечко нога ушла. Соответственно, я сейчас попробую немножко подровнять. То есть это вот уже пошло отхождение. Но форма, тем не менее, она у нас переснята, да. Вот. Что еще сделаю? Сейчас немножко отведу ногу. Выбираю инструментом Direct Selection и чуть-чуть, чуть-чуть туда это все подвину. Это вот такая небольшая корректировка. Вынужденная для того, чтобы поставить нашу с вами гурку ровно. Вот она у нас встала. Теперь обозначу, где у нас будет центр груди. Если нужно, рисуйте нижнее белье. Если не нужно, не рисуйте. Где у нас будет талия? Где у нас будет линия бедра. Уберу фотографию, чтобы она меня не смущала. И разблокирую вот эту часть. Тоже можно его убрать. Все, он мне не нужен. Он сыграл свою роль. Теперь беру. Инструментом зеркальное отражение ставлю на центр и размножаю. Вот, в принципе, она получилась. Две половинки. Их надо будет аккуратно слить через обработку контуров. Вот эту часть поправить. И сейчас еще нарисуем линию центра и форму головы. Так, мне не очень понравилось, как оно слилось. Давайте оставим пока. Потому что сливается и форма ноги у меня пропадает. Поскольку ножки... Это, кстати, реалистичная картина. То, что любят рисовать. Вот здесь ножки у женщины часто не имеют дырочки, как у моделей обычно это встречается. А очень часто они именно так и совпадают. И в этом нет ничего плохого. Это просто такое женское строение. Поэтому все-таки анатомию надо тоже немножечко знать, немножко понимать. Это нормально. Рука не самая красивая. Руки часто бывают такие вот кривоватые. Ну, тут можно либо смириться, либо попытаться добиться идеала. Так, и сейчас половинку лица я пересниму. Вот так. Тоже я половинку пересняла, убираю. Так, спокойно. Мне нужно все-таки ее достать. Вот на этот слой хочу скопировать. Вот она моя половинка. И раздублировать. Чуть-чуть их можно пересечь и соединить. Лицо, естественно, соединим. Зачем оно нам разъединенное? Вот сюда мы его и поставим. И вот уже с этим эскизом, смотрите, можно дальше сделать необходимые вам вещи. Можно там обузить, например, если вы понимаете, что там должно быть поуже лицо. Но это реальные пропорции человека, непридуманные, взятые по канону фотографии. Руки. Посмотрите, насколько вам они нужны четко, да? Насколько они нужны. Можете сделать шаблон пунктиром. Это вот здесь будет в обводке. Там 2 на 2, например. На 2 и там 0,75. Вот он готов к работе. Опять же, то, что я вам говорила про ножки, это нормальная история. Это не какой-то вот момент. Потому что, когда мы часто смотрим на эскизы, вот здесь я тоже специально свела. А иногда прям там вот как треугольничек для очень худых девочек у них здесь расходится. У обычной женщины, ну, размера там, скажем, 46+, как правило, будет такое строение. И это абсолютно норма. Если вы посмотрите рубинсовскую эпоху, да, то вот такая женщина, она будет, ну, действительно эталоном. Красивая грудь, тонкая талия, бедра. И видите, линия бедра не идеальна. То, что я здесь рисовала более ее классическую, модельную. Этот созданный мной шаблон, его можно на сайте скачать. Вот. А это вот у нас уже дама. Та, которая есть, которая живая. Вот она в оригинале. Здесь она немножко в позе у нас стоит, но я ее вполне себе повторила. И теперь вы ее можете использовать для шаблона. Делать ей волосы, не делать ей волосы. Это уже вариант ваш. Видите, вот они, ножки сошлись. Здесь она у нее немножко отставлена. И опора по-другому стоит. Я ее выровняла. Таким образом будет вот этот момент. Они у всех индивидуальные. И на это нужно смотреть. И вот она вот. Вот линия, как она здесь у нее идет. Даже немножечко вот здесь я помягче сделала. Так что можете создать на себя для своего клиента шаблон. И его использовать в работе. Когда вы будете на него создавать одежду, то вы сразу будете понимать, как она будет смотреться именно на ваших пропорциях, именно на ваших изгибах. И сразу сможете ее корректировать, чтобы получить максимально хороший результат. Если у вас остались вопросы, пожалуйста, напишите мне их в комментариях. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео. Поставьте уведомления на колокольчик. А на этом все. С вами была Щековская Екатерина. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok